Здравствуйте! Сегодня у нас гости с Костромы. Это Наталья Гурина, которая знает о валянии, как говорит Александр Васильев, всё и даже больше. Наталья, а валяние – это русское рукоделие? Я бы знаю, что русские любят валенки, и, наверное, оттуда истоки, или нет? На самом деле, валяние уже несколько тысячелетий, и оно больше зародилось, если честно, в Азии. То есть, все вот эти юрты, всё оттуда. Халаты – это тоже валеные? Да, это всё оттуда. Замечательно. Ну, я смотрю, что далеко ушли от валенок-то, да? Картины целые создаём великолепные. Скажите, пожалуйста, вот мы знаем, что бывают мокрые валяния и сухое. Что делается в стиле мокрого валяния, и что мы делаем с сухим валянием? Мокрым валянием создаются вещи как бы такого утилитарного назначения. То есть, это обувь, сумки, одежда, головные уборы. А с сухим валянием больше создаются вещи декоративные. Это либо игрушки, какие-то сувениры, скульптуры, украшения. Вот, например, брошечка или предметы интерьера. Очень красивая. Что мы будем делать сегодня? Сегодня я расскажу, как сделать такую небольшую брошечку с орнаментом. Вот у нас есть пример. На самом деле, это не моя работа, одной моей участницы мастер-класса, Ольги Масловой. Брошечка сделана по мотивам такой традиционной русской росписи. Я расскажу, как сделать нечто подобное. Основу мы тоже будем валять? Да. Основу тоже? Для этого нам понадобится шерсть нескольких оттенков. Я решила, что мы будем делать брошь под хохлому. То есть, основа у нас будет черная и... Обязательно красная. Да. Красная, желтая. Желтая. Орнамент. Показываю, как сделать основу. То есть, мы берем кусочек шерсти, его сворачиваем. Мы хотим сделать такую овальную основу. То есть, форму придаем сразу? Да. То есть, сформируем такой комочек. Берем грубую иголку. Сегодня я буду пользоваться двумя видами иголок. Сначала мы берем грубую, чтобы спутать наш комочек. То есть, на этих иголках есть специальные зазубрины, которые при протыкании, спутывая шерсть, ее уплотняют. Ой, сколько же нужно времени, чтобы уплотнить вот такой комочек? На самом деле, не очень много. То есть, мы делаем вот такие движения. Еще есть вот такая машинка, в которой 7 иголок. Если ей воспользоваться, то она... Побыстрее. Да, убыстрит процесс. Потом мы переходим к тоненькой иголочке и начинаем как бы... То есть, это еще не все. Да, вышлифовывать. То есть, она убирает дырочки от грубой иголки и еще сильнее уплотняет наше изделие. И точно такими же движениями мы продолжаем уваливать наше изделие. В конечном итоге у нас должен получиться вот такой как бы медальончик. Он довольно плотный получился. И он уменьшился в размерах значительно. Да, соответственно. То есть, это одинаковое количество шерсти. И на вот этот наш медальон мы будем наносить рисунок. То есть, сейчас я покажу буквально, как сделать какой-то завиточек. На самом деле, все это не сложно. То есть, мы берем тонкую иголку. Уже рисунок набивается тонкой иголкой. Отщипываем кусочек шерсти нужного нам цвета. И, допустим, я сейчас сделаю какой-то листик. Сразу в руках можно немножечко прискрутить прядку шерсти. Кладем ее на нашу основу. В одном уголочке закрепляем иголкой. И выкладываем так, как нам нужно. Чтобы формировался ровный край у нашего изображения, мы прямо в этот краешек протыкаем иголкой. Как бы пододвигаем шерстку. Не забывая прибивать ее в серединке. И вот таким методом создаются различные рисунки на изделиях. То есть, вы можете в такой технике оформить не только брошку. А свалять, например, сумочку и кошелек. И совсем что-то другое. Тапочки, например. И сделать рисунок на них. Наталья, скажите, а вот начинающим что проще? Сухое или мокрое валяние? Ну, вы знаете, мне кажется, это на любителя. Просто, когда человек попробует, он сам поймет. Есть люди, которые, ну, можно сказать, западают на мокрое валяние. То есть, им нравятся именно функциональные вещи, износостойки, которые можно постоянно использовать дома и в быту. Есть люди, которые очень любят игрушки. Допустим, вот у нас здесь есть снегирек, яблочко. Яблочко – это игольница. Это уже мокрым валянием никак не стоит. Да, это все сухое валяние. То есть, можно сделать себе набор игрушек на новогоднюю елку, например, с сухим валянием. Или с сухим валянием просто украсить. А, то есть, вот кошелек сделан в стиле мокрого валяния, да? Да, да. То есть, здесь сочетание двух техник. Да, мне очень нравится сочетать эти техники. Рисунок получается очень эффектный, четкий. Вот. Вот, и он очень сильно украшает изделие. Точно так же, как и здесь. Эта картина выполнена по мотивам полотна густого климта. Основа свалена мокрым способом. Также, как бы, задана какая-то цветовая гамма. Тоже мокрым. Да. А все детали, прорисовка – это все сухое валяние сделано с помощью иголочки. Нашу брошечку, когда мы нанесем все элементы, можно как-нибудь дополнительно украсить. Можно ее обшить по периметру бисера. Или украсить кружевом. То есть, и потом останется просто пришить булавочку и прикрепить ее на свое платье. Спасибо огромное, Наташа, за мастер-класс. Удивительные вещи, конечно, получаются у вас. Замечательные золотые у вас руки. Я желаю вам удачи во всех ваших делах. Больше и больше планов. Пусть они все притворятся в жизни. И всем нашим зрителям я тоже желаю. Обязательно попробуйте. Попробуйте. Возможно, вы откроете себя в новом виде в этой замечательной технике валяния. Субтитры подогнал «Симон»! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Кулакова